Когда на улице дубарь? А это верно ведь, январь. Ты лучше дома посиди, чайок попей, смотри в окошко, Голодных птичек покорми и обылом чуть погрусти. А там весна, и все растает, и лето жаркое придет, Свои проблемы принесет. Уж коли январь такой случился, В июле сморит всех жара. Купаться будем до утра И тело покрывать загаром. Потом дожди, ты их немножко подожди, И снова холода полюбишь. В оконце на мороз глядя, Чаек душистый разливая, А жизни бренной рассуждая, Что хорошо и в жар, и в холод Здоровье крепко иметь, А остальное просто медь, Ее не стоит и иметь. Своё здоровье тратя даром, Так будем жить и процветать, И строки о любви писать, И посылать их прямо в сердце, Готовая сие принять, И от восторга засиять. 14 января день Василия Великого, Обрезание Господне. Василий был наставлен родителями не только в христианской вере, Но и в светских науках. Ему была дарована благодать свыше, О проношении бескровной жертвы и многое другое. Сегодня отмечается Обрезание Господне. На восьмой день от Рождества святой младенец был обрезан И наречен именем Иисус, который означает Спаситель. Обрезание трактуется сегодня как отсекание грехов. Василий в день делит святки на святые вечера С 7 по 14 января и на страшные вечера С 14 по 19 января. Страшные вечера, когда беснуется нечистая сила. Будьте осторожны. Василий является покровителем свиней. Сегодня молятся за то, чтобы домашние животные не болели. Говорят, пришел Василий в день и зиме пришла середка. Старались провести этот день как можно веселее. На столе в праздник обязательно должна быть свиная голова. По одной старинной традиции сегодня варится кутья. Это каша с добавлением крупы, изюма, меда и орехов. И конечно же сегодня календовали. Дети ходили по домам и сели на пол из рукава или мешочка Зерна овса, гречихи, ржи, распевая при этом особую засевальную песню. И чем быстрее хозяйка дома соберет зерно с пола, тем богаче будет урожай. Засевальная песня. Сею, вею, посеваю, с Новым Годом поздравляю, щедрый кведрик, дай вареник и кольцо колбаски, ржи, шицу овца. Долго ходим, есть хотим, угостите пирожком с аппетитненьким душком. Дальше здоровались с хозяевами и поздравляли с Новым Годом, с новым счастьем. Приметы. Желание, которое загадаешь сегодня вновь с 13 на 14 января, обязательно сбудется. Сегодня нельзя ругаться, думать о плохом. Как встретишь Новый Год, так его и проведешь. Нельзя занимать деньги, чтобы не быть в долгах весь год. Если сегодня надеть обновку, в течение всего года будет удача. И помимо очень вкусно, это еще очень полезно. Ага, это шахмал. Мама, на, это не надо. Значит, просто было лето за то, что надо поменьше, потому что некоторые не любят, что это. Второй раз не переменю, не прибавлю, потому что время надо. О, понюхай. Аляна нюхает. Ох, пахнет сладко. Да, пахнет чем укропом. Можно и с амурчиками делать. Можно и с амурчиками делать. Те, кто хотят, особенно летом, смотрите, охладить и естественно получить. Аляна, ваше мнение о вкусе? Да, как хочу. Понравилось? Вкусно, очень вкусно. Ты еще первая, да? Аляна. Рука. Интересный вкус. Получился? Подняли, сейчас нет. Очень вкусный, по-бам. Всягра. Он просто соединяет к отмаши. Есть, как укропами, с этим очень интересно, да? Мы делаем третий порядок, мы используем яблочко, а потом морковочку, сейчас я попробую. Если вы будете пить вот по такому бокальчику, больше не надо, по такому бокальчику каждый день, у вас что будет с вами? У вас улучшится кожа, у вас добывается больше сил, естественно у вас будут ногти расти лучше, волосы будут расти лучше, будет лучше стул более яркий. Вот и вообще, вы чувствуете что? Можно сладко еще раз? Давай, а сядите в жите. Не гадай кусок, не гадай меня. Алята, еще две горточки сюда прожить. А ну раз, еще два, два, есть. Теперь мы сюда добавим ножички. Мы добавим морковочку. Я бы еще добавил сюда салата, лист и салата. Добавим лист и салата. Естественно, вот сюда добавим лето. Целую руководку. Метка, мы добавляем. Метка для вкуса. Детям до трех лет можно начать с чайной ложечки. Причем вот первая шка. Вот укропик, вот это. То есть вторая. Укропик. Чайной ложечки, не больше. Нормально? Нормально. И чайной ложечки. Это просто. А, а не что? А вот это? Где фермуляра? Это аппарат, я не могу. Это аппарат, я не могу. Аппарат, я не могу. Аппарат, я не могу. Аппарат, я не могу. Нормально? Аппарат, я не могу. Аппарат, я не могу. Знаешь кто он там? Камера, вкуса, Малахов. Малахов. Малахов старший. Есть малахов младший Андрей. Малахов старший Геннадий. Это я. Программа была на Моя дед. Значит, вы можете смотреть на целебную кулинарию, вернее на ютубе целебную кулинарию, там все эти программы обладают. Вот и вот такие. По 20 минут. Для того, чтобы кусть лучше спрашивали, смотри, как любого. У тебя есть мусор? Ну, кучу кучу кучу. Мотор. Аплата. Вот. Пятерочка. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Можете попробовать, что пшеницу, как есть, не хочется. Да? Она такие вкусные. Так же? Не вкусная. Она жива. Йога. Ну, не могу сказать. Ну, приятно, да? Это мы с вами ее занимаем. Получается, что мы соединяем, вроде бы как, этот очень полезный продукт. Мы его делаем вкусным. И зато, зато, ну, целому ложку в бациле сочевать не хочется. А тут целому ложку мы заходим. Ага. 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 Дальше вот. Часть наточки. Попробуем. Как и чай. И если будет послажен, да? Дальше. Вдросткам, я не знаю, как послажены. То есть, все много так и внутри. Затем, чай, ложка меда. Принестового, ложка меда. Детям, где с того можно жить. И это раз в день лучше оттуда натощать, либо на кольце печени с работой, и все. Но у вас меня это не надо. Это все полезно, но не надо. Морковка чем хорош? У нас имеются слизистые оболочки, в том числе и кожа. Для того, чтобы слизистые оболочки кожа была нормальная, нам нужен каратин или витамин А. Значит, здесь его проводится А. Плюс все витамины группы В содержатся здесь. Е, я вам открою большую тайну, оказывается, для мужчин, которые готовят средства для повышения потенции, которые называются ВИАДО, из проростков пшеницы. И стоит она уже большие деньги. А здесь мы бесплатно получаем намного лучше, потому что здесь есть жизненная сила. Это важно. Жизненная сила, ну как бы сказать, это как пара, сразу и действует. А когда мы, грубо говоря, пара нету, то есть продукт убитый термической обработкой, он уже не действует так. Итак, Алиана, понюхай. Как? Как салатик. Как салатик. Да, мы наливаем и пробуем. Высказываем свое мнение. То есть так можно сделать такие различные вкусы, которые вы хотите. Кому-то там больше запряный, кому-то там больше еще какой-то, кому-то еще. Берите, пробуйте. Я тоже попробую. И цвет. Очень большое значение имеет цвет продукта. Есть какие закрыты. И вот так